Всем добрый день! Сегодня будем варить цукаты. Арбуз съели, остались корки арбузные. Очищаем вот эту зелень, она нам не понадобится. И режем на кусочки, небольшие, примерно полтора на полтора, сантиметра на два. Сильно церемониться не будем. Ничего страшного, если кусочки будут разные. Итак, резанные шкурочки я сложила в кастрюльку, засыпала сахаром и стояло все это дело у меня. Так, аж 8 часов, можно чуть меньше, можно оставить на ночь. Так, на 1 килограмм цукатов идет полкило сахара. У меня, конечно, этих шкурочек меньше, но тем не менее пропорция должна сохраняться. Сахара должно быть в 2 раза меньше. Корочке дали сок, и вот теперь ставим на огонь и варим полчаса. Цукаты закипели, периодически помешиваем. Постоянно мешать не обязательно, потому что сиропчик жидкий, как водичка, ничего, оно не пригорит. Варим полчаса. 15 минут уже варю. Уже сироп такой становится гуще. Вот теперь надо мешать постоянно. Так, прошло примерно полчаса. Берем и перекладываем наши цукаты. У меня вот такое ситечко, чтобы весь сиропчик стек. Потому что мы будем немножко запекать, подсушивать в духовке. И не надо, чтобы вот этот сахар был на них лишнего. Значит, забыла я сказать, когда прошло 8 часов, и они настоялись с сахаром, сахар растворился. На килограмм цукатов для вкуса можно добавить 1 чайную ложку лимонной кислоты. При желании можно, конечно, добавить еще и ванилин. Выкладываем, даем стечь. Так, теперь противень застилаем пергаментной бумагой. Перекладываем сюда наши цукаты. И отправляем в духовку, минут на 40. При температуре 100 градусов. Можно немножко даже приоткрыть дверку. Вот такие получились у нас цукаты. Что хочу вам сказать. Сахар бывает разный. И вот сколько раз делаю, цукаты получаются разные. Вот эти цукаты подсохли у меня в духовке. Ночь полежали. И вот они уже сухие, присухие. Можно кушать как конфеты. Вот такой у них вид. Засахаренные они. Так, ну будем кушать как конфеты. А несколько дней назад я делала точно по этому рецепту. Получились совершенно другие. Значит, сюда я вам сказала, кладите кислоту, но сама я не положила. Значит, вот такие получаются, если не ложить лимонную кислоту. Так, теперь показываю цукаты, которые я делала несколько дней назад. Посмотрите. Ну, прямо как тентарные камушки. Они немножко липкие. Самую малость немножко липкие. Ну, они такие красивые. Прям вот они прозрачные. Значит, рецепт тот же самый, но с лимонной кислотой. Но я так думаю, что это дело не в лимонной кислоте. Я так думаю, что это всё-таки такая огромная разница между цукатами из-за того, что разный сахар. Какой-то сахар с сахарного тростника, какой точно вам не скажу, а какой-то с сахарной свеклой. Вот такие разные цукаты. Ну, и те, и те хорошие, я считаю. Так, сейчас попробуем посыпать сахаром. Сахарная пудра. Ой, прямо как в снегу. Прямо так красиво и как-то прям по-морозному свежо. Так, хочется мне эти посыпать. В эти цукаты я ложила лимонную кислоту и на вкус они такие немножко с кислинкой. Сюда не ложила, но просто сладкие, как конфетки. И те, и другие. Вкусные, но из-за того, что эти красивые, ими можно, конечно, украшать торт, пасхальные куличи и просто деткам, как десерт, как конфеты. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok